приветствую вас эта программа ульяна спросит и сегодня у нас в гостях предприниматель президент федерации конного спорта и просто социально активный житель нашего города и нашей республики зуба и магомедов зуба им здравствуйте мы благодарим вас за то что вы к своем таком плотном графике который состоит из постоянных перелетов нашли для нас время первый вопрос будет такой что для вас ближе всего конный спорт благотворительность все что касается тубы просто спорт или предпринимательская деятельность давайте так наверное правильно будет сказать вообще для меня ближе всего это быть социально активным то есть быть полезным быть полезным поэтому иконы спорт и благотворительность в том виде как мы имеем туба или другие проекты которые мы сейчас запускаем это все как бы цель цель если говорить про бизнес допустим дата бизнес мы уже изначально и запускали для меня это было средство для того чтобы в итоге быть полезным такая история всегда хотел быть как активным и полезным в этом плане для людей и уж вы живете в махачкале но больше честно больше всего сердца за что болит касаемо города касаемо города я вообще как бы знаете такая история за людей наверное да то есть я не обращаю вот у нас бывает часто жалуются там пробки грязь пыль 3 10 я думаю это все следствие того следствие отношения человека между собой отношение к самому себе допустим больше за людей потому что если мы в отношении самих себя исправимся в отношении друг друга будем терпимы и справедливы то это все уже исправить будем каким было ваше детство было очень насыщенным я скажу очень интересно насыщенным я сам родился и моска университетских годов проживал именно вот окончил сороковую школу проживал девочков в том районе и там сейчас там все конечно застроена там раньше были сады канала вот это корка да это вообще это отдельный район как бы да и школа выживания думает то что как бы у меня было достаточно насыщенное детство и она как бы какую-то платформу мне дала я думаю даже многие вещи которые сейчас я возраст встречаю я уже их детстве как бы переборол и мне их легче встречать решает даже вопросы какие-то чем вы больше всего гордитесь в жизни как можно чем-то гордиться если ты понимаешь что тебе это как бы сказали всевышний тебе это дал да поэтому я благодарен за все что он мне дал и такая история и взять то в те возможности которые мне дает семью родителей живых здоровых сегодня с которыми живу работу любимую я занимаюсь своими любимыми делами то есть все чем я занимаюсь мне это цена и поэтому я за все благодарен я не могу сказать что за это больше за это меч детей допустим друзей я за все благодарен а со временем бизнес вести становится проще легче или наоборот бизнес со временем усложняется для республики допустим да потому что конкуренция до конкуренции то есть то когда мы начинали бизнес бизнес дагестане было вообще на другом уровне то есть мы сильно отставали допустим от центральной института и поэтому те алгоритмы которые тогда работали в легкую допустим они сейчас абсолютно не работает потому что конкуренция намного насыщеннее стало наши люди предприимчивы любую вещь ты делаешь они вот ты они могут даже опередить тебя в копирование как бы если у течет информация это такое мы встречаем час поэтому это как бы хорошо но с другой стороны вот это сложности они дают нам знаете какую историю в перспективе я вижу в этом большое благо допустим потому что они дают то есть мы всегда варились как бы у себя в республике а вот эти сложности которые происходят сейчас усложняется бизнес конкуренции больше они дают нам возможность выйти за пределы республики и конкурировать уже и на федеральном уровне допустим да и дальше дают возможность выйти на международный уровень а как вы отдыхаете отдыхаю я по-разному больше активный отдых люблю те же конные прогулки с ребятами выезжаем на лыжах катаемся допустим на мотоциклах у нас вот эндуро допустим да благодаря там слава махачевому и там ислам наш парень есть кто-то ведет это вообще направление республики мы узнали они вообще у нас же горная местность очень интересная история вот это то есть по-разному абсолютно по-разному пассивный отдых меньше люблю но нет-нет полежать на пляже тоже не если бы была возможность отмотать время назад чтобы вы поменяли в своей жизни знаете я часто об этом задумываюсь чтобы я поменял конечно кажется кажется там можно вот это поменять 3 10 поменять да но мы ведь я вот на своем примере он скажу допустим да вот те сложности или тег передряги которые попадал или какие-то вещи неприятные они меня всегда на мы вводили на какие-то мысли то есть я всегда садился после них есть но почему это произошло что нужно было сделать чтобы это не и вот то есть вот этот момент когда ты там в упадке находишься в сложной ситуации он тебе дает открывает новые истории которые как бы кардинально меняет твою жизнь поэтому тяжело мне сказать сейчас вот это я поменял по что я после каждого какой-то истории она как бы у меня выводила на другой уровень может быть проанализировать ситуацию сделав и со временем понимать что она была надо для чего-то да 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 на самом деле так именно есть и как то как это что приходит каждый вещь который приходит который нам не нравится да я знаю что я это в религии нашей об этом говорится допустим да то что он не на есть нам может быть благом для вас как на самом деле это из-за ним если ну конечно при правильном подходе если мы делаем выводы какие-то анализируем ситуации мы всегда можно найти благо а если конечно мы начинаем к нему относиться как вот что со мной так произошло не не беря ответственность за то что произошло как бы да она может затянуть нас еще в блоке воды вы еще глухо ученых учуя ему как бы на говоря об ответственности как вы думаете что делает взрослого человека по-настоящему взрослым и состоявшимся взрослый человек или молодой человек допустим мы знаем людей которые там в 15 или 16 лет достигали взрослых мышлений осознанности все таки мы видим людей 60 лет который ты смотришь с ними говоришь и они вот как где вас то остались возрасте семи лет когда они будут разговаривать про какие-то игрушки ну уже поболее в этом про машины какие-нибудь и вот именно интересно строительство дома чем у соседа выше 3 10 ты думаешь ты остался на том уровне до 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 школьный уровень когда человек начинает изучать себя как личность на когда человек в мире предметов рубится там вот это мой кубик это моя история поэтому и я абсолютно по возрасту не делю как людей я думаю взрослее человек тогда когда он становится осознанным осознанным когда он начинает брать на себя ответственность за что все что происходит с ним и вокруг него 8 до зубая хотелось бы про родителей ваших спросить что самое главное что вам дали мама и отец сейчас тяжело выделены на раз-два вот так что самое главное а то что они воспитывали меня именно воспитывали они не оставили меня на в потоке как бы до нас то чтобы меня воспитывала улица хотя и жур улице на меня сильно как бы влияло потому что я в разные периоды попал в разные как бы под разные влияния какой-то поэтому и всегда я проходил мне говорили родители это слушай вот всегда ты как быть не виноват на самом деле мы же всегда говорим нет это там на улице так пройдет в то воспитание на самом деле у меня детство было она насыщенными и на тем что у меня вот был школьный периодами тренировки школы я ходил допустим было лето летом на ни одно лето не проходило чтобы я летом допустим как другие ребята там прохлаждался безделием либо с матерью на рынке она у меня там у нее женском магазине одежды там вот я помню что там второй рынок на на труде здесь был рынок и на ипподроме был рынок то все старом где эта машина это потом восточка и все таки я все эти рынки прошел с отцом и либо я на стройках с отцом отец прораб когда и вот с отцом на стройках либо они меня туда закидывали либо туда конечно мне это я говорю почему мой сосед как бы там отдыхает а я здесь вот должен я это не понимал но мне это в возрасте уже когда там я закончил университет и там уже такой сам себе больше был предоставлен мне это дал большой как бы конкурентное преимущество перед своим сердцем я уже не боялся работы я знал причины связи как что от чего работает как бы я благодарен за то воспитание то что они вкладывали строгость в отношении меня и самое основное вот эта история она как она меня повлияла допустим на мы говорим что мы попадаем под влияние все таки улице не бывает так чтобы не попадали костина кто-то на 20 на 30 процентов кто-то написать кто-то вообще ведомый допустим на сто процентов вот когда сложная история попадал я возвращался на заводские настройки я так называю это то есть и базовые настройки которые тебе дали родители то есть тебя накидывает общество ты этом школе либо университете вокруг ты попадаешь какую-то историю и все равно там вспоминаешь что родители тебе говорили относиться к взрослым хорошо там не навредить кому то что ты ты можешь в потоке это делать но в последнем месте я что-то останавливает я вот да и вот этой кранности я как бы я потом думал почему я не дошел а мои сверстники пошли дальше и там и я думаю про милости допустим всевышнего мне вот это я стану что меня родители моим воспитанием сандир занимались и были строги очень камни зубой раз мы начали тему семьи хотелось бы спросить вас вот о чем как вы относитесь вообще к понятию многоженства и вот сейчас к такому модному что ли тренду многоженства и как вы думаете какой процент из всех семей которые в которых есть две-три-четыре жены они живут по нормам ислама и все делают правильно с многоженством я сам столкнулся знаю что это такое дни на не на слуху как бы да история следующего вы правильно подвигнули что это трендовая история как бы да потому что зачастую она трендовые люди на эмоциях женится как бы до видно либо вот у них так сильная нужда в этом есть хотят они это их право как бы на мне тяжело это обсуждать проценту тоже соотношение могу сказать ну вопрос в том что хотелось бы просто единственно посоветовать если делать делать это мужественно справедливо это как это должно быть то есть как она вот если ты говоришь там ты мусульман тебе ислам дал это право допустим да ты говоришь тебе сегодня был право он с этим правом дал тебе и регламент как надо это делать то есть не просто право жениться и все то что там или там есть определенный регламент там просто обязанности который ты должен соблюдать и все такое допустим потому что здесь ты же потом начинаешь ответственным быть определенный договор договор между тобой и допустим твоей будущей супругой это между тобой и родителями и опекунами ты договор соблюдать то что не практически никто не отдаст замуж за тебя человека который будет ты будешь гадиться на еще я буду к нему так относится вот так и вот так ты будешь ты будешь гадья буду к ней хорошо относиться я не буду разделять что это там первое второе это 3 4 у меня это вообще эти цифры не будет ты говоришь вот так я буду справедливо а на деле происходит совсем другое верен быть договор то что сказал сделал не портите не портит человеку жизнь потому что не делать того, чтобы ты не хотел, чтобы сделали с твоей сестрой, с твоей дочкой. У вас много друзей? Знаете, какая история? Я вообще общительный очень человек. У меня на самом деле очень много друзей. То есть я не то, чтобы там... У меня есть много приятных людей, с кем я могу пообщаться, встретиться, звониться. Но есть такой костяк определенный, которым я, наверное, где-то больше, чем себе доверяю. Вот честно. Их немного. Они уже много лет со мной. Это, в котором я могу позвонить. И как бы... Я так недавно фразу слышал про то, что с годами, я говорю, ненормально, когда у тебя становится больше друзей. Это нормально, когда у тебя становится их меньше. На самом деле, да. И эти друзья, это не те друзья, с которыми я могу постоянно время проводить. Это те друзья, которым я по духу близок. Это те друзья, к которым я чувствую, что они как бы... Мы можем быть разными характерами. Абсолютно с этими. Мы очень... Мы совсем разные люди, но я знаю, что они искренне по отношению ко мне, допустим, и по отношению к окружающим, да, что немало важно. Не только по отношению ко мне. Обычно как бы подбираем он мне льстит, друг другу там подходит. Не-не, они мне в любое время могут позвонить, сказать все, что они думают. Мы не так близко с ними встречаемся, но я знаю, что в моем сердце они занимают особое место, и как бы дайло, что они там и остаются. Ватиканщи из этого вопроса еще один вопрос. Как вы относитесь к людям, которые говорят правду в глаза, и как вы относитесь к критике в свой адрес? И от всех ли вы готовы принимать эту критику? Плохо к этому отношусь. Правда, она должна быть... Знаете, мне как сказали, если ты хочешь сказать человеку, сделать наставление, допустим, да, какое-то... Подсказать, что ты должен признаться в том, что ты его любишь. Если ты его не любишь, если ты ему испытываешь отрицательные чувства, то тебе нельзя ему ничего говорить. Потому что, к старейсю, вот твой подход, он будет таким, что ты все сделаешь, чтобы он сказал, да, ты вот так поступил, ты не так поступил, ты вообще неудачник, допустим, да. Вот такая история. Поэтому правда, она должна быть... Она должна... Вот у нас сейчас... Вот я ему правду сказал, и начинаю это говорить в обществе, что для правды нужно создать условия, чтобы она повлияла, что ты хочешь в результате. Правда – это не сама же правда ради правды. Правда – это вещь, которая на исходе должна дать результат правильный. И благо желать. То есть в основе ты должен желать человеку благо. Зубай, помимо всего, что я перечислила, и Федерация конного спорта, и предпринимательство, вы являетесь коммерческим директором платформы Туба. Приложение Туба, да, платформа. Надеюсь. Как вы думаете, с чем связана популярность этого приложения? Приложение Туба, оно популярно именно изначально... Почему оно стало популярным? Она уже не была популярна несколько лет, допустим, да? В общем, мы ее начали с 2014 года проектировать. То есть та история, как ее начинают... Рамазан Меджидов. Это и друг мой, и зят, и коллега. Мы и работали вместе. Допустим, вот тот же Кингсман, допустим, он работал здесь. Первый маркетолог, это вообще был он, как бы, да, у нас. Серьезные идеи давал. У него такой склад ума. Именно он умеет хайповать, как бы, да? Такая история. И это... Само приложение, то есть то, в каком виде она начинала, какое оно должно было быть, и такое, которое мы видим сейчас, это вообще кардинально разные приложения. То есть мы шли вот здесь по пути, как бы, того исследования, что нужно человеку. И мы, я думаю, на 100% попали туда. Это большая заслуга, как бы, именно Рамазан Меджидов. И потому что он советовал, и узнал, и не отказывался. Вот он не был, как сказать, вот часто бывает в бизнесах. Это то же самое, там, провести благотворительный фонд, провести там приложение, это благотворительное, какую-то социальную историю, вот как Федерация иконы спорта нашей есть, либо вообще бизнес. В принципе, процессы одни и те же. То есть вопрос, наверное, на выходе, что ты получаешь? Где-то здоровые дети, где-то там кэш, где-то благодарность от людей, допустим, да? Вот такая история. И здесь вот мы шли по тому усилию, что людям нужны. Мы дошли до того, что там целый, из космического корабля, который мы хотели сделать, мы сделали то, что help easy, как бы, да, наш слоган, да? Слоган help easy, это помогать легко. В два клика мы помогаем. То есть человек зашел, и два клика помог. То есть это залетело. Люди стали помогать легко, как бы-то, и людям стало помогать легко. И после, конечно, нам помогли, помогли наши ребята, дагестанцы, за что мы им много благодарны. Но не то, что мы всегда говорим, да, Ирмазан говорит, вы не мне помогли, вы помогли людям. Людям нуждающим. И он всегда вот, почему мне хотелось всегда быть, ну, и для другой, думаю, и всем другим хочется быть в теме. Потому что он всегда говорит, это не мой проект. Мы на самом деле, оттуда ни рубля, никто не зарабатывает. Не по сей день, как бы, да. По сей день никто не зарабатывает. Мы никакого отношения не имеем к деньгам. А многие думают, что вы зарабатываете огромные суммы. Да, даже вот с этой историей, когда там такие цифры пошли, как бы-то за 145 минут. После землетрясения? Да, к сожалению, да. Нам мы стали широко известны с этой историей, как бы, да. Ну, много вопросов начало поставить. Как вы деньги? А куда? Людям стало интересно. Ну, они имеют на это право интересоваться, как бы, да. Думаю, ну, мы всем объясняем. Мы деньги, вообще, мы только видим, как они проходят. То есть, это же приложение для благотворительных фондов, и там получается, что фонды, которые выставляют те счета, которые оплачивают, допустим, юзерки, их называют, пользователи, они напрямую фонды оплачивают. Мы просто отслеживаем их, как бы... Течение, да? Течение, да? Течение, куда они доходят, как они, потом мы отчет требуем от благотворительных фондов, исполняют они его, насколько исполняют, и все такое. А людям интересно, где вы храните эти огромные фонды? Тогда были такие вопросы, а где вы храните? В каком кабинете? Да, мы говорим, нет, мы не храним, знаете, вы же в каких-то банках храните, я... Не, не, мы не храним ни в каких-то банках, мы не хотим быть... Как раз таки, мы все делали, чтобы отойти от денег. Наша задача, как я до этого проговорил, чтобы в результате был, допустим, было спасено, чья-то жизнь, была удовлетворенность, чьи-то потребности, была помощь. И мы не хотим отношениями, я самому начало ставили задачу так, максимально сделать, чтобы мы отношения к деньгам никакого не имели. А вы можете видеть, к примеру, кто перевел за весь период существования тубы самую большую сумму? У нас, как я знаю, имена, это все такое, как бы, да, она все под конфиденциальностью, если они сами не... Сейчас у нас есть возможность, возникло, мы сделали возможность зарегистрироваться под своим именем, то есть у тебя там свой личный аккаунт. В этой истории мы можем просто... А если назвать сумму, какая была самая большая пожертвование? Сейчас тяжело мне сказать, но там есть, на самом деле, такие... Внушительные суммы? Ну, нету такого, нет такого, что там космические суммы по 100 миллионов, 50 миллионов, такого нет, как бы, да, ну, и на самом деле есть люди, которые помогают. А так, в основном, 100 рублей, 50 рублей, 200 рублей. И я думаю, это самый искренний, самый искренний, дам рубль была, да, помогали. И больше всего их любишь, потому что человек... Вопрос не то, сколько ты помогаешь, вопрос, насколько ты искренний в этом, да, это мы знаем, да, и сколько... Мы как раз таки сделали, сделали, то есть, она... Цель ее была, чтобы помогали все. Допустим, около 10 рублей если он может рубль поставить. За все время существования приложения Туба, какому количеству людей хотя бы примерно вам удалось помочь? На самом деле, статистика, она есть, просто я не хочу говорить, не... говорить не то, что, как сказать, не конкретные цифры, как бы, да, чтобы не ошибиться, в активном фазе, то есть, мы уже тестировали, вот, несколько лет работает, мы... Сейчас я вам скажу, более 100 тысяч людей помогли. Более 100 тысяч спасенных жизней. Здесь жизни, ну, я же говорю, кого-то накормили, кого-то... Да, протянутые руки помощи. да, и здесь мы уже подходим к той цифре, о которой мы говорили, хотели бы, это для нас первая ступенька была, это миллиард. Миллиард за это несколько лет. Я думаю, всем известно, да, что сейчас вообще эта история с платформой, нашим приложением, что она из таких конкурентов положений, номер один, допустим, по суммам, по качеству, сборам, сборам, уже не говоря о тех расходах, которые мы... Как вы думаете, почему Тубе так доверяют люди? Это благодаря тем людям, наверное, которые за ним стоят. Не они про себя в этой истории, то есть, допустим, нам начали больше доверять после того, как официальные лица помогают начали нам. То есть, они представляют, начали, допустим, большая благодарность, конечно, это Хабибу, Нурмагомедову, Исламу, Махачеву, эти люди, которые на самом деле поддержали и посредством них все очень сделал причиной, чтобы о нас узнали. Люди доверяют людям, не проектам. Вот такая... То есть, пришел... За каждой вещью что-то стоит. допустим, Илон Маск говорит что-то, и это не доверяет тому, потому что он сказал, у него доверенное лицо и 30. Так помогать начинают люди. Я думаю, просто за нами, вот нам получилось. У нас даже в свое время было там Армандо Влетяро, допустим, да, это человек, который с самого начала, допустим, он тоже как пришел, он увидел Хабиба Нурамагамедова, как он рассказывает, написал сам, мы хотим мы с вами встретиться, с Рамазаном они встретились там в Москве и как бы начал активно помогать и по сей день он помогает и у нас там даже звезды на то время, когда он работал в шоу-бизнесе, допустим, возглавил МОСТВ и там все топ-звезды, там, эстрады, российские, они выставляли, допустим, активно поддерживали топу. Поэтому здесь благодаря, скорее всего, той поддержке людей именно, которые вручались за нас. Если говорить о планах на будущее, о том, как развивается проект и в чем нуждается сейчас этот проект? Планы на будущее достаточно амбициозные. То есть вообще Рамазан, допустим, и говорить, ой, я же опять-таки для меня Туба это Рамазан, потому что мы с ним часто общаемся в этом плане. Он всегда был такой максималист. И всегда он всем говорит, эй, берите выше, выходите из деревни, допустим, в этом, Ваня. И, допустим, тот этап, который сейчас Туба имеет, мы рады ему, мы довольны ему, допустим, но это всего лишь один из этапов. Вообще планы Тубы помогать всему миру. мы не хотим быть, на самом деле, это амбициозно звучит, как бы, да, но мы понимаем, что если бы мы не ставили такие себе цели, то мы не были бы сегодня номер один приложением в России. Мы хотим быть номер один в мире. Вы достигнете потолка, когда будете номер один в мире. Если другой планеты не откроется. И потолок дальше, да, откроется. на Марсе будем помогать. Все отлично. Зубай, как вы думаете, какие качества необходимы человеку, чтобы добиться успеха? Ну, наверное, если мы берем про бизнес, допустим, что такое успех вообще? Это, наверное, достижение поставленных целей, наверное, в каком-то направлении. Если мы вот так взять, разбить этот вопрос, то, наверное, целеустремленность нужна, терпение, выдержка. Зубай, один из моих любимых вопросов про успех. И я всегда спрашиваю, успех – это больше про удачу или больше про кропотливый труд? И мне кажется, вам этот вопрос подходит как никому другому. Успех, вообще, в моем понимании, это когда человек достигает желаемого в отношении сиюшнего, отношении себя самого и отношения общества. А сейчас очень много говорят про расширение финансового сознания. Как вы думаете, это реально на самом деле? Помедитировать, посидеть, повизуализировать, и у тебя будет много денег? трон полный. Вот я же грубо, к сожалению, за всеми вот этими историями, там, они, если мы говорим про бизнес, допустим, да, то, как мы должны видеть его, как мы, мы должны конкретный, четкий алгоритм действий видеть, последовательность. Мы должны понимать, что результат приходит от Всевышнего. То есть, эти вещи идут вместе. все выстроено так, то есть, земля не крутится просто так. Она на метр туда-сюда отодвинется, она будет большой сбой, сбой иметь, допустим, есть определенная последовательность, почему дует ветра или что-то, она же не создана, а просто так. Нет, что-то должно предшествовать этому. И говоря там о бизнесе, мы должны, это вещь, которую мы должны, допустим, вот, деньги, как о материальных вещах, допустим, мы должны четкую последовательность, иметь. То есть, шаг А, Б, В, то есть, мы поступаем так, 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 и мы должны оцифровывать наши цели, идеи, ставить, достигать их. Вопрос в другом, результат. Будет или не будет? Я же не просто сюда попал, правильно же? Я не попал сюда из-за того, что там лошадей сильно полюбил. Наверное, что-то причастливало тому, чтобы я сюда попал на вашу передачу, допустим, и заинтересовались. Наверное, какие-то у меня алгоритмы. Мне часто говорят, у вас зубая, вы с Ильясом, или с кем-то тормозами, вы создаете проекты, они у вас всех работают, все это. Но никто не видит, сколько проектов мы прошляпили. Ко всему тому, что вы сказали, хочется добавить, что на самом-то деле в Коране написано, что у человека все заранее просчитано, сколько ресинок он съест, сколько денег заработает и потратит в этой жизни. И следует ли из этого, что даже вот эти все семинары по расширению сознания финансовое и про успешность, что есть смысл их посещать? Человек должен быть разборчив в том, что он поглощает. Как и в еде, мы сейчас там индуциологи появились, мы там и избираем, что нам есть. Мы понимаем, что такое вкусно, что такое вредно, что-то полезно. Так же и все остальное. в вопросах религии, в вопросах нашего мира. Я никогда не отделял вопросов материального, допустим, бизнеса или чего-то, те же тренинги. Ты должен обязательно смотреть и изучать. То есть избирателен быть. Когда там вот это всякое, то, что вешают, на уши, допустим, у нас достаточно, ну, брать или не брать, это ответственность на тебе. То есть когда мы говорим о вопросах про то, что все просчитано, все прописано, это же вообще люди на этих темах голову ломают, как бы, Потому что это очень сложный вопрос. и если неправильно его понять, можно в большой яме оказаться, допустим, если правильно понимать, как то, что все предписано. Сколько ты проживешь, сколько ты... Но это не значит, что нужно лежать на диване и ждать. Ответственность. Ответственность и награда. То есть наказание и наград. Если ты будешь создавать причины для этого, правильные причины то у тебя будет награда. Если ты будешь говорить, нет, отрицать причинно-следственную связь, то, скорее всего, у тебя будет не совсем положительная ответственность. Ты ответственен за это. После того, как ты... Что тебе еще нужно? После того, как ты будешь... Какой тебе еще ответ нужно получить, если ты будешь знать, что ты будешь ответственен за это. Поэтому выбор за тобой. получить наказание либо получить награду. Зубай, мы находимся в конно-спортивном клубе Узден. Да, страшновато, но продолжим. Вы президент Федерации конного спорта. Сколько лет он существует в Дагестане и что входит в его деятельность? Сама Федерация, допустим, она создана в 2019 году. впервые аккредитована Федерация. То есть до этого были тоже Федерации, но они не были аккредитованы. И вот эта деятельность уже около трех лет. Активная фаза зависит, потому что это был конец 2019, и уже в активную историю мы начали в 2020 году работать. Деятельность ее входит проведение семинаров, соревнований по конному спорту. А у вас есть своя лошадь? У меня есть своя лошадь, на которой езди я сам. Допустим, их несколько здесь, но в основном на них тоже они спортивные, на них наши ученики прыгают, по пробегам участвуют. Есть лошади, которые мы купили специально для школы. со стороны выступления оконников выглядят очень грациозно, красиво, эффектно, но что за ними скрывается, знают только те, кто с ними работает. Да, конечно, первые соревнования, когда мы провели, они сильный эффект дали и произвели. Допустим, даже когда мы пошли со своим проектом в министерство поспорта, когда показали, насколько это красиво все выглядит. А что за этим стоять? Это, конечно, труд. Конечно, труд, опять возвращаясь к таланту, в первую очередь труд стоит, допустим, сколько мы видим талантливых людей, которые не достигают поставленной цели, из-за того, что они не готовы выложиться настолько, насколько это нужно. Это большой труд, это падение. Я вот сам по себе скажу, допустим, я первый раз учился, ездил, один, два, три раз садился, 7-8 тренировок посетил и упал сильно, мне стало больно, я обиделся на него, год не подходил, а я прохожу с вами девочки здесь, килограмм сорок, девчонка, она упала, ударила лошадь, за то, что она ее скинула, такой шелепок, маленькая девчонка, бах, баманой, по шее села и дальше пошла, и мне это зацепило, я подумал, как так, если она если она может, я испугался, здесь очень много активных лошадей, как мы заметили, но вот эти две, они очень спокойные, тихие, мирные, почему? Вот здесь у нас все эти лошади, допустим, это же спортивные лошади на самом деле, мы довольно-таки плотно сотрудничаем с Федерацией и по терапии России, допустим, мы в прошлом году получили грант на 60 детей, буквально обучили, мы с фондами опять-таки провели, посмотрели детей, семьи, которых, ну, финансовое состояние не самое, как бы, оставлять желают, желают лучшего, вот мы бесплатно их провели, здесь, из них 20 детей прошли в адаптивный конный спорт, мы вместе с ними видели и радовались, как они проделывали какие-то сложности, какие-то новые вызовы для себя получали и радовались, их родители, допустим, да, и мы на себя, как Федерация, тоже это мы проговаривали, в первые, когда мы собрали там всех конников из республики, постарались собрать, мы это в библиотеке на улице Ленина, которая из центральной библиотеки, там провели собрание, и мы проговорили это, что мы для себя ставим, мы знаем эту острую сложность, вот у нас ДЦПшные, аутисты, дети с особенными возможностями, что есть сложность, и мы на себя берем эту нагрузку, и мы будем, как бы, постараться вопрос их тоже решить, хотя напрямую в федерации отношения не имеют, но мы сейчас, как бы, вот, перешли аккуратно в адаптивный конный спорт и будем развивать его тоже. А что едят лошади, на которых ваши спортсмены получают призовые места? Ну, у них, конечно, у этих лошадей, как и у спортсменов, любых, допустим, обычно у человека и спортсмена рацион отличается, допустим, да, конечно, у них какие-то пищевые добавки, какие-то витамины, они дополнительно получают, кроме того сена, который вы сейчас видите, там, ячмени, или что-то такое, да, потому что они ежедневно получают дополнительные нагрузки, и для восстановления нужны, бывают, какие-то препараты, а ваш идеал лошади, он какой? На самом деле, наверное, для меня идеал лошади это та лошадь, которая больше может пользы принести для человека. Какие ставят планы перед собой на ближайший год, два, три, пять Федерация конного спорта в Дагестане? Ну, я как-то зайкнулся до этого, что мы, когда вообще начинали вот продумывать о развитии конного спорта, допустим, да, и вообще культуры конной в республике, мы ставили себе план на 10 лет, это было опять-таки такие вещи, которые, как там, ипотерапия, которые не относятся к Федерации, там, строительство, допустим, ипподрома тоже к Федерации, все думают, что это вот, когда мы круглый стол собрали, допустим, и все там, когда ипподром построен, ну, по факту, вот, даже конники говорят, когда ипподром построен, слушайте, к Федерации он отношения не имеет, мы пришли поговорить об общих болях, то есть, мы тогда собрали для того, чтобы понять, что у нас вообще есть, что мы имеем, кто люди, которые заинтересованы в развитии конной темы вообще в республике, с чем мы работаем, давно, и от чего мы отталкиваемся, допустим, но мы ставим, мы понимаем, что, допустим, если будут гладкие скачки разве, селекционная история, допустим, то будет и поток переходить там в конный спорт, допустим, и если будет конный спорт развиваться, то и будут туда люди переходить, и селекционную историю переходить, как бы, такие у нас было планы, что мы дойдем до того, что в республику вернут, допустим, и подром, что мы получим мастера спорта, мы сможем проводить в республике международные соревнования, кстати, у нас в этом году уже сборы будут проходить, сборы будут проходить, сборная команда России по пробегам, чемпионат России готовятся, и они будут проходить сборы у нас на территории республики. Я думаю, это для нас такой инфоповод, и как раз таки популяризация, вообще конная тема. К нам можно еще приехать, допустим, летом провести, у нас есть побережье идеальное для того, чтобы проводить соревнования, для того, чтобы проводить сборы, и вообще для реабилитации у нас лошадей, у нас соленая вода, она отлично действует на восстановление лошади, допустим, в межсезонье можно к нам приезжать. Я думаю, такой конный туризм еще плюс, реабилитация, и все такое у нас целью были. И, конечно, чтобы наши спортсмены, как и наши борцы и бойцы, представляли республику, Россию, в общем, страну, допустим, за границей. С вашим отношением к жизни, ко всему тому, чем вы занимаетесь, уверена, что все, что вы задумали, воплотить. Постараемся сделать все для этого, а там результат уже мы знаем, что от Всевышнего. Поэтому будем надеяться, что все у нас получится. Зубай, вы владелец сети магазинов мужской одежды Мистер Кингсман, и это то, с чего вы начинали. Почему именно этот бизнес, проект, деятельность? Здесь такая подыстория есть, большая, как бы, да, поэтому я вообще занимался с отцом строительством, то есть прорабствовал, допустим, да, от снизов, как бы, да, если мы перемотаем назад, я вам говорил, что отец прораб, и, как бы, он меня на строительной своей участке всегда в каникулы приглашал, как бы, да, и, если я работал с ним, по окончании университета, я вообще сам юридически оканчивал, и у меня специальности юридически, и, ну, по специальности не пошел, потому как мне все-таки ближе было такое свободное плавание, как бы, да, я пошел с отцом работать именно в строительной сфере, получилось так, что у нас чуть-чуть разошлись цели с отцом, в тот момент, когда я уже уперся в потолок, он мне говорит, ну, как бы, вот у нас такие рамки, и мы вот так двигаемся, я говорю, все, понял, хорошо, могу я дальше пойти, и, так получилось, что мать уже ездила, у нее были свои сети в магазин женской одежды, мне пару раз, несколько раз пришлось с ней поехать, чтобы она одна не ездила, как-то за границу в Китай, в Турцию, в Китай она летала, я с ней полетал два-три раза, и я подумал, а что я просто так буду летать, давайте там я запущу, какой-то мой здесь маленький магазинчик, 18 квадратов, запустил, и как бы оттуда потихонечку, потихонечку пошла она, как бы, да, и поэтому, наверное, Kingsman сегодня, наверное, занимает особое место в моем сердце, потому что, как бы, это такой первый, первый, наверное, продукт, который от начала до конца, как бы, мы с, ну, под моим руководством, с нашей командой мы создали. Первое препятствие, с которым вы столкнулись? Препятствий у меня было много, но это тот момент, когда я в свободное плавание ушел, и сам от начала до конца, это я же говорю, я работал, у меня было в детстве, я там на заправках заправлял, и бензин, и масло продавали, мы там покупали, чтобы очереди, да, раньше же очереди были, там, на проспекте Карла Макса тогда, тогда не было, частно, там, государственные заправки, там были, мы с дядей, там покупали маслом, такие, там было, нет, нет, блатные проходили, подъезжали, забирали деньги, не платили, уезжали, там. Мы сталкивались уже со сложностями еще с детства, то есть у нас, это, это был такой, подставок, подставок, ну, то есть, и с детства на рынках торговал, и то, и то, то есть, для меня это, вообще, одежная история, она как бы близко тоже для меня была, потому что я с детства продавал на рынках, допустим, одежду разумную, мужскую, женскую, там, детскую, как бы, и вот так, с 18 квадратов мы открыли, потихонечку мы пошли к развить. Наверняка это интервью будет смотреть огромное количество людей, и какой вы дадите совет новичку в сфере бизнеса, который хотел бы, для которого вы являетесь образцом для подражания, и который хотел бы открыть такой же бизнес? Ну, знаете, так, советовать, вот, сейчас сложно взять такому совету, Б, С, как бы здесь, на самом деле, я скажу, могу сказать, что мне помогло, допустим, да, и много раз помогало, допустим, да, это, это, наверное, обращение к специалистам, авторитетам, у которых есть понимание того, как в этих направлениях двигаться, допустим, да, и не пренебрегать этим, то есть, когда вы не знаете, спрашиваете, знаете, говорите, да, то есть, обратиться к знаешьему, и не пренебрегать, вот эта история, не зацикливаться на том, что хотите вы, а на самом деле, исходить от того, что хочет клиент, то есть, допустим, да, и вот здесь, мне, которые, те советы, которые мне давали, когда я начинал бизнес, я говорю, а какой у меня совет, допустим, мне говорили, сделай так, чтобы ты уставал вечером, физически, но не духовно, чтобы у тебя сердце не болело, от того, что будет торговля, или не будет торговли, и все такое, допустим, и постоянно корректировка, то есть, работаешь, спрашиваешь, узнаешь, а потом учишься, анализируешь, и обратно, допустим, в первую очередь, конечно, знание, ты обучаешься, а потом ты начинаешь превращать это в навыки, потом ты получаешь обратную связь от клиентов, допустим, да, и обратно, и вот так постоянно, допустим, поэтому, наверное, терпение, запастись терпением, здесь, когда мы запускаем бизнес, для нас бывает такое, такое, Б, С, допустим, а там подгруппы, бывает подводные камни, называют, то есть, много сложностей возникает, которые мы даже вообще представить себе не могли, что такое возможно, что с нами такое слово случится, поэтому запастись терпением, и если на самом деле вы вышли, вот это открытое плавание, вот, часто люди выходят в то, что, как я сам, я буду заниматься бизнесом для того, чтобы, я не хочу там с утра до вечера пахать. Сейчас я вам задам вопрос, и заранее предполагаю, что вы скажете, конечно, нет, но все-таки я его задам. Было ли в жизни у Зубая Магомедова такое, что хотелось сдаться, когда опускались руки? Можно сдаться, можно, можно перестать вести активный образ жизни, перестать там, что мы получаем на результате, и хочу ли я там что-то по-другому, что-то другое, допустим, спокойную жизнь, там, просто отработал свои часы и пошел спать, 30, наверное, это не по моему, как бы, образу, теперь, наверное, у меня вот такая суета, как бы, она ближе, как бы, поэтому таких мыслей, даже если они заходили, они долго в моей голове не держались, я думал о том, что мне нужно, как бы, надо двигаться, то есть каждая сложность, каждая трудность, она обязательно сделает меня крепче, она, вот здесь важная история, как бы, да, если мы посмотрим на тех людей, которые на самом деле производят на нас впечатление, в кем мы вдохновляемся, которые нас достигают поставленных целей, это люди, которые, они сталкиваются со сложностями гораздо больше, чем те люди, которые, ну, не ставят себе цели или пытаются размеренный образ жизни вести, допустим, да, вопрос в том, что, какое они дают отношение, как относятся к этим сложностям, они относятся к этому, как к задаче какой-то, которую надо решить, эту сложность, либо они, вот, хватаются за голову и для них все уже, белый свет не имел, как бы так говорится. Скорее всего, мы как видим, что это люди, любую задачу, они смотрят как на возможность. Так, это надо приобрести. И вот здесь у нас, пока мы, вот, сколько лет мы работаем, там, 12-13, сколько кризисов мы взяли. И все кризисы, как бы, да, мы смотрим, на самом деле, мы после них становились только сильнее. Почему? Потому что мы ставили себе так, это сложность, надо скопироваться, нужно там повышенную длительность, включить там 30-е, реагировать как-то на какие-то изменения. И в конце, в результате этих сложностей, в результате этих кризисов, мы видим, что мы становились сильнее, намного, чем были до. допустим. Поэтому отношение к сложностям, оно должно быть таким, как поставленные задачи, которые у нас решит. И никто, кроме тебя, их не решит. Зуба, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли сегодня время для нашей программы. Это было, на самом деле, очень интересно, познавательно и продуктивно, я думаю, для многих полезное интервью. Вам спасибо большое за то, что предоставили такую возможность. Я искренне надеюсь, что в этом интервью будет какая-то польза для слушателей. И в первую очередь, конечно, для меня самого. Обязательно будет. Спасибо большое. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся ровно на одну неделю. Это была программа «Ульяна спросит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова